Цветоед на яблони – как бороться? Вредители каждый год наносят существенный вред плодовым деревьям. Яблони не являются исключением из общей тенденции. Для них особенную опасность представляет яблоневый цветоед-долгоносик. Чем опасен цветоед? Яблоный цветоед – отряд жесткокрылых представляет собой достаточно мелкое коричневое насекомое с длинным, немного загнутым вниз хоботом и усиками. Взрослая усыпь имеет размер 4 мм. На надкрыльях вредителя имеются две характерные полоски, по которым можно безошибочно идентифицировать жука. Благодаря наличию крыльев, цветоед очень мобилен и быстро распространяется по яблоневому саду. В результате избавиться от него оказывается не так просто, как может показаться на первый взгляд. Из названия насекомого можно понять, что он питается цветами яблони, тем самым препятствуя завязи плодов. Когда температура воздуха поднимается до плюс витис, вредитель забирается на деревья и ожидает, когда начнется цветение. До этого он прячется в релых листьях или складках коры деревьев, там же он предпочитает и зимовать. В почках жук делает небольшие углубления, из которых начинает выделяться сок. Эти углубления цветоед используют для кладки яиц. Личинка, которая выводится внутри цветка, начинает довольно активно поедать его изнутри, тем самым провоцируя увядание цвета и его отсыхание. Плод на месте, где рос пораженный цветок, сформироваться уже не может. Само соцветие приобретает коричневый цвет и от выделения личинок становится липким. Жизнь личинки продолжается до 11 дней, по истечении которых насекомое превращается в ловозрелую особь, способную к дальнейшему размножению. Интересно, учеными установлен тот факт, что для полного уничтожения урожая с дерева достаточно всего 20 женских особей и цветоеда. Выявить пораженное дерево несложно, у него присутствуют не раскрывшиеся своевременно почки. Сами же пораженные участки имеют неприятный бурый цвет и нездоровый вид. Не стоит расслабляться и тогда, когда яблоня уже цветет. Долгоносики с удовольствием объедают и листву растения. После них остаются очень характерные ажурные отверстия на листве. Важно, если длительное время игнорировать появление цветоедов, можно легко остаться вообще без урожая яблок. Способы борьбы с насекомым. Если долгоносик завелся на яблони, вопрос как бороться с ним становится для садоводов актуальным. Практика показывает, что с яблонным цветоедомеры борьбы следует искать незамедлительно при обнаружении первых признаков наличия вредителя. К сожалению, без химикатов обойтись в удобной ситуации вряд ли получится. Яблонный цветоед. В зависимости от стадии заражения яблоневого сада, с цветоедом на яблони методы борьбы могут использоваться различные. Сбор насекомых. Если яблоневые посадки не слишком обширные, а заражение деревьев еще не носит массовый характер. Эффективный способ. Избавление от вредных жуков. Это сбор их вручную. Технология процедуры во многом схожа со сбором колорадского жука. Лучшее время для сбора насекомых. Это раннее утро, когда насекомые еще не успели зализть внутрь цветочных бутонов. Для сбора паразитов и их личинок следует использовать емкость. Бутылка с широким горлом или банка, с налитой в нее подсоленной водой. Побелка растений еще один способ недопущения заражения дерева яблоневым цветоедом и борьбы с ним покраска ствола дерева ветвей раствором извести. Побелка не даст насекомым забраться на дерево. Но следует понимать, что подобная обработка не окажет никакого влияния на тех вредителей, которые уже поселились на яблони. Важно! Цветоед умеет притворяться мертвым и некоторое время лежать неподвижно. В связи с этим всех собранных насекомых обязательно следует сжигать. Химическая обработка, несмотря на то, что такой народный метод, как побелка растений или ручной сбор насекомых, применяется садоводами. Достаточно широко, более эффективная помощь – это химические препараты. Опрыскивать яблоню против долгоносика следует либо, когда весна уже в разгаре и начинается период распускания почек, либо осенью. После того, как урожай окажется собранным. Выбирая средства, требует обратить внимание на такие препараты, как фунофон, калипсо, кинсикостан, рекос и паэр. Если садовод помимо выращивания яблонь занимается разведением пчел, прежде чем покупать фунгицид, он должен обязательно удостовериться в том, что состав в полной мере безопасен для пчел. В противном случае яблоки в конце сезона окажутся в изобилии, а вот про мед можно будет забыть. Обратите внимание, описание к препарату следует читать с особенной внимательностью. Очень важно найти оптимальное средство, которое в кратчайшие сроки сможет уничтожить популяцию вредителей и не навредить культуре. Профилактика поражения цветоедом. Чтобы не возникало вопроса с появлением такого вредителя, как цветоед на яблони, как бороться с вредителем, настоятельно рекомендуется особенно пристальное внимание уделить профилактическим мероприятиям. Их своевременное применение может избавить от необходимости обрабатывать яблоневый сад агрессивными препаратами, которые хоть и спасают Цветок от вредителя, безвредными названы быть никак не могут. Одним из популярных методов профилактики нападения на деревья долгоносиков является наложение ловчего жгута. Для его изготовления из ткани скручивают тугой жгут, который накладывается вокруг ствола яблоневого дерева. Материю обмазывают специальным сладким составом, задача которого заключается в привлечении насекомых. Жук заползает на жгут и прилипает. После этого его останется снять и уничтожить. Перед нанесением слоя побелки на яблоню в качестве профилактического мероприятия рекомендуется удалить с растения старую кору. Вероятность того, что в ней прячутся долгоносики, достаточно высока. Удаляем старую кору осенью после листопада. Всю опавшую листу необходимо сгрести в одну кучу сжечь или как вариант отправить в компостную яму. Как уже было сказано, жуки и цветоеды часто в качестве места для зимовки выбирают именно опавшую листву. После уборки листвы почву стоит тщательно перекопать. Не менее важно своевременно обрывать пораженные вредителем бутоны, а также почки. Это не даст цветоеду слишком быстро увеличивать свою популяцию. В результате завязывания и развития плодов на яблонь не произойдет без проблем. В качестве предупреждающих мер может быть использована и химия. Обработать растения проще всего, используя пульверизатор. Чтобы сделать все без ошибок, следует придерживаться следующих несложных рекомендаций. Опрыскивание надо производить в сухую исключительно теплую погоду, чтобы осадки не помешали попаданию используемого состава на проблемные части яблони, поскольку многие препараты исключительно токсичны. Обрабатывать растения следует, используя средства индивидуальной защиты, закрытую одежду, маску и перчатки. Нельзя обрабатывать фунгицидами растения, на которых уже имеются формирующиеся плоды. Пульверизатор следует выбрать с довольно длинным шлангом, чтобы была возможность обработки дерева полностью, включая его верхушку. Распылять составы на яблони следует с расстояния 80 сантиметров. Опрыскивать нужно не только ствол, ветви и листву, но и почву возле растения. Многолетняя садоводческая практика наглядно демонстрирует тот факт, что обезопасить яблоневый сад от нападения вредоносных насекомых можно только, используя комплексный подход, включающий в себя не только химическую, но и агротехническую борьбу. При этом не стоит забывать и про профилактику. На заметку, чтобы в минимальной степени повредить культуру посредством опрыскивания, многие огородники используют комплексные химсоставы, губительные, действия которых направлены не на одного только долгоносика, но и на прочих насекомых. Еще один способ снизить вероятность утраты урожая из-за нашествия жуков – выбор вользу культур устойчивых к вредителю. Среди таковых особенно выделяются такие сортовые культуры, как линда, талисмани, палитра, фея, родничок и некоторые другие. Они, кстати говоря, устойчивы не под ним, насекомым, но и к целому ряду заболеваний. Так эффективно комбинируя между собой правильные яблоневые виды с грамотным уходом, можно без проблем получить отличный урожай вкусных и полезных яблок. Самое главное при работе с культурой придерживаться системного подхода.